На этой неделе в Северную Осетию с рабочим визитом приехал президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Глава РСПП встретился с представителями бизнеса республики. Стороны обсудили бюджетную и налоговую политику, а также проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели в современных экономических реалиях. Георгий Дзапаров изучил вопрос на примере одного из предприятий республики. В этом цеху всего три сотрудника. Работа начинается здесь. Эти прямоугольные заготовки и трехслойный гофрокартон. А это уже цех производства гофроящика, или проще говоря, картонных коробок. От заготовки до конечного продукта три этапа. На линии картон нарезается по нужным размерам, склеивается и складируется. Процесс полностью автоматизирован. Предприятие на рынке с 2007 года. Продукцию поставляют в республике Северного Кавказа и Краснодарский край. В планах расширить производство и улучшить качество товара. Но без помощи государства сделать это крайне сложно. Производство бумаги в республике у нас нет. Мы ставили вопрос, чтобы нам посодействовали в приобретении оборудования. Макулатура, которая собирается в республике, она уходит в другие регионы. А в принципе это те же деньги для республики. Почему мы должны отправлять куда-то? Мы можем перерабатывать это все здесь. Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, спрос на органическую упаковку во всем мире будет только расти. А значит у предприятия есть хорошие возможности для развития. При соблюдении ряда требований можно рассчитывать и на помощь фонда поддержки промышленности. Производители многих видов продукции сейчас будут искать, как говорится, по России и по миру производителей картонажной упаковки и утилизируемой и биоразлагающейся упаковки. Надо, как говорится, стучаться сейчас и мы поможем. Если будет стук, мы дверь приоткроем. На встрече с президентом РСПП предприниматели республики обсудили бюджетную и налоговую политику. Проблемы, с которыми сталкивается средний и крупный бизнес во всей стране. Мы должны думать о том, как создавать возможности базу повышения доходов и налогов в будущем. А это инвестиции, это стабильная работа предприятий. Поэтому сейчас у нас есть своя повестка, мы ее перенесли уже из правительственных кабинетов в Думске и хотели бы, чтобы в части налоговой политики и политики стимулирования инвестиций были учтены наши предложения. Александр Шохин отметил, предприниматели республики должны использовать РСПП для лоббирования своих интересов. А для развития всех отраслей промышленности Северной Сети важно привлекать крупные федеральные корпорации. Георгий Запаров, Александр Каджаев. Специально для программы «В итоге».